Всем добрый вечер, также видеотрансляция нашего эфира, нашей замечательной красивой студии в группе Радио Городская Волна ВКонтакте. О чем мы поговорим сегодня? Ну, во-первых, давно не виделись, всех рад слышать и надеюсь, сегодня буду слышать ваш голос во время телефонных звонков. Так получилось, что апрель месяц прошел на радио Городская Волна без моих эфиров, но вот мы наконец-то вернулись и вернулись с большим другом нашей программы, с постоянным гостем вечернего разговора, депутатом Государственной Думы Российской Федерации, членом Аграрного Комитета, Ренат Смоловичем Сулеймановым. Ренат Смолович, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые новосибирцы. Как-то мы в свое время с Ренатом Смоловичем уславливались, наверное, раз в полгода беседовать, но получается реже, поскольку и у меня эфиры не так часто, и Ренат Смолович активно занимается своей работой в Государственной Думе, много путешествует, и с первого путешествия, точнее, с последнего путешествия Рената Смоловича, мы, наверное, и начнем наш эфир. Так вот, Ренат Смолович Сулейманов недавно посетил с рабочим визитом Херсонскую область. Очень актуальная тема в свете того, что происходит в нашей стране и в мире. Ренат Смолович, цель вашего визита в Херсонскую область, в освобожденные территории, да, Херсонскую область? Ну, так получилось. Во-первых, я хотел бы поздравить всех новосибирцев, пользуясь случаем, так сказать, с прошедшим нашим самым великим праздником, Днем Победы. Вот, прошлый день Победы получилось так, что мы вместе с Андреем Геннадьевичем Жирновым встретили в Донецке, при фронтовом городе, и до сих пор, к сожалению, он таковым остается. Вот, а накануне этих майских праздников вместе с моим товарищем по фракции КПРФ в Государственной Думе Алексеем Владимировичем Кулиным мы посетили Херсонскую область для того, чтобы посмотреть, ну, что там происходит, что там творится, особенно накануне вот всех тех обострений ситуации, значит, это прифронтовые территории, Херсонская область сегодня, для третьей Херсонской области то, что находится с этой стороны Днепра, контролируется нашими вооруженными силами. Значит, треть примерно, 8 районов, 14 у нас, 8 районов, включая город Херсон, заднепровская часть остается под контролем ВСУ. Вот, мы побывали, проехали несколько райцентров, побывали в районной больнице, в госпитале, посетили нынешний сейчас административный центр Херсонской области. Это, ну, один из районных центров Геническ, там, где находится сейчас администрация, встречались с министром сельского хозяйства Херсонской области. Ну, у нас там также прошло ряд других встреч, ну, вот, определенные впечатления у меня у Херсонской области, у ситуации там сложились. Ну, прежде всего, сельскохозяйственный потенциал, да, вы член Аграрного комитета Госдумы, и какой сегодня сельскохозяйственный потенциал, я так понимаю, сильно мощностью упали в сравнении с советским временем? На самом деле, ну, то есть, там разная ситуация. На самом деле, да, действительно, это черноземы, это при Черноморской степи, так сказать, Херсонская область, значит, примерно треть территории миллиарирована, то есть, там еще в советское время были проложены многочисленные каналы, орошаются, можно снимать два урожая в год, они так и делают, то есть, а зимы потом еще засевают и так далее. Урожайность, допустим, кукурузы доходит до 120 центнеров с гектара. То есть, Херсонская область в плане зерновых была экспортно ориентированная всегда, начиная с советских времен, когда там была Украина, и сегодня остается в прошлом году Херсонская область 1,8 миллионов тонн, 1,8 миллиона тонн зерна, значит, она потребляет гораздо меньше. Вот, там есть, сохранились мощности по переработке всего этого, но, конечно, по сравнению с советским временем, точно так же, как и у нас, упало поголовье, что касается производства молока, мяса, да, крупный рогатый скот, у них дойное стадо было в советское время 800 тысяч голов, сейчас осталось 50 тысяч. Ну, тем не менее, это область, которая не только сама себя обеспечивает, значительная часть ее сельхозпродукции, а это и соя, и подсолнечник, и зерно, и кукуруза, идут в том числе на вывоз в другие регионы. Там сейчас, естественно, существуют проблемы с логистикой, существуют и проблемы с орошением, потому что не вся мелиорация там была самотечная. Ну, там, кстати, проходит Северокрымский канал, знаменитый, да, который Украина перекрыла, чтобы лишить Крым воды, потому что Крым тоже пользовался водой вот за счет Северокрымского канала. Сегодня он открыт, и сегодня под Симферополем есть водохранилище, оно практически полностью наполнено, и проблемы с водоснабжением Крыма, они тоже в значительной мере решены, и там, ну, то есть сельское хозяйство может по-прежнему, как бы, развиваться дальше и давать урожай, потому что это все взаимосвязанные системы. Я спросил у министра сельского хозяйства, какая основная проблема в сельском хозяйстве Херсонской области. Говорит, основная проблема это отодвинуть фронт. Вот если фронт будет отодвинут, потому что... То есть сейчас обстрелы продолжаются? Сейчас обстрелы продолжаются, особенно при Днепровских районах, при Днепровских территориях. У него у самого было хозяйство крупное, и есть, собственно, которое в Новой Каховке находится. Но там по нашему побережью Днепра, там насосные станции, которые снабжали как раз вот этой водой, значит, орошаемые территории, сегодня они все под обстрелом, они обстреливаются, выводятся из строя специально, чтобы, ну, как бы, не было возможности производить там сельхозработы. Он говорит, мы на своей земле, мы находимся на своей земле, поэтому главная проблема сейчас отодвинуть фронт, прекратить эти обстрелы, и народ вернется. Народ вернется в Херсонскую. Там выехало порядка половины населения на сегодняшний день из Херсонской области. Кто-то в Крым выехал, кто-то, так сказать, в другие зарубежные страны. Он говорит, вернутся, из Запада вернутся люди, когда будет уверенность у них в стабильности. Значит, потому что, ну, там сложная ситуация, там блокпосты на дорогах, там диверсионные, разведывательные диверсионные группы забрасывают противник наш, так сказать, на эту территорию. Естественно, люди подвергаются там, ну, физической опасности, потому что, к сожалению, так сказать, вооруженные силы Украины, они действуют как настоящие оккупанты. То есть, приходя, значит, на территории, вот в том числе, где были заняты, которые нашими войсками, они расстреливают, вешают, обвиняют, называют коллаборантами, значит, те, кто учителей в школах. То есть, простых людей, мирное население запугивают, издеваются. Мирное население запугивают постоянно, так сказать, это, к сожалению, это то, с чем вот люди живут на этой территории, но и постоянные вот эти вот угрозы контрнаступа, которые постоянно переносятся там и так далее. Но надо сказать, что... Там серьезно относятся к этим угрозам контрнаступления? Там серьезно относятся к этим угрозам, потому что они живут... Тем более линия фронта? Да, линия фронта, там порядка, ну вот, 200 километров, там Днепр, и, можно сказать, 200-300 километров до Крыма. Там построены сегодня несколько линий укреплений, мы их видели сами. Окопы вырыты, блиндажи, капонеры. То есть там очень серьезно укреплены подступы к Крыму и все вот там два, скажем, перехода. Это Перекоп знаменитый, да, Перекопский перешейк, и это Чингар, где есть пограничные переходы. Там, кстати, вот на Чингарском переходе, на Джанкойском, я зашел тоже... Помощи беженцам? Да, гуманитарный центр. Там развернуты палатки, дежурят несколько ребят, молодых совершенно из разных регионов, приезжают туда. Записываются, приезжают и оказывают помощь тем беженцам, которые, ну, то есть вот из Сонской области, из Запорожской, туда в Крым. Там, к сожалению, ну, сейчас этот поток не очень большой, но тем не менее. Там им дают бесплатно сим-карты, допустим, МТС. Там можно переночевать, там можно, ну, как бы покушать что-то, выпить чаю и так далее, и так далее, сориентироваться. Их направляют там в Крым. Ну, то есть ситуация, конечно, там достаточно напряженная в этом отношении. Но люди, еще раз, люди готовы трудиться, готовы сеять хлеб, они говорят, оставьте нас в покое, прекратите, значит, вот нас обстреливать. Мы здесь живем на своей земле и хотим здесь дальше жить и ее опрабатывать. Сегодняшний гость эфира Ренат Смолыч Сулейманов, депутат Государственной Думы Российской Федерации, который рассказывал в первой части программы о своем визите в Херсонскую область. Но помимо этого визита он побывал также в городе-герое Севастополь. Как настроение сегодня в Севастополе, Ренат Смолыч? В Севастополе настроение боевое, точно так же. Ну, то есть Севастополь, это Побратим Новосибирска. Мы с ним подписали Побратимские соглашения в 2014 году, еще когда Крым был не наш. Кстати говоря, в этом году исполняется 240 лет с момента присоединения Крыма к России, что произошло по указу Екатерины Второй. Как известно, Потемкин и Екатерина Вторая, так сказать, они вот эту всю территорию, включая Новороссию, они осваивали первая база Черноморского флота, где строился Черноморский флот, российский Черноморский флот, это был город Херсон. То есть на Днепре, значит, вот первая база Черноморского флота. Ну, а потом, соответственно, база переместилась в Севастополе до сих пор. Это город, так сказать, овеянный славой и обороны, героической обороны в период Крымской войны и героической обороной в период Великой Отечественной войны. Три штурма город выдержал в июле только, в начале июля 42-го года. Его удалось взять немцам, и то еще после этого 2-2 недели оборонялась, там оборонялась 35-я героическая батарея, значит, вот где были сосредоточены наши войска. И, кстати говоря, город Севастополь первым встретил Великую Отечественную войну, потому что бомбежки немецкие в 3.30 утра 22 июня начались с Севастополя. Они минировали вход в Севастопольскую бухту, и одна из бомб первой попала в жилой дом 26 севастопольцев. Это были первые жертвы мирных жителей, первые жертвы Великой Отечественной войны. Вот, поэтому я никогда не был раньше в этом городе, хотя там, этот город у нас, вот Анатолий Генчилок, туда ездил, и там его хорошо помнят. Я принял участие там в первомайских мероприятиях, они проводятся на площади Нахимова, там у них Вечный Огонь, посвященный защитникам Севастополя. Севастополь, кстати, был освобожден, что тоже очень знаково, в 44-м году в течение двух дней, 7-го мая началась битва за Сапун-гору, известный, так сказать, вот, ну, то есть, господствующую высоту, и 9-го мая полностью был Севастополь освобожден от немецко-фашистских войск, немецко-фашистских оккупантов. Вот, так вот, Севастополь, к сожалению, сегодня тоже, как и в годы Великой Отечественной войны, находятся под вражеским огнем, да. За два дня, буквально до 1-го мая, туда был прилет, загорелась нефтебаза возле Казачьей бухты, а 1-го мая я сам был свидетелем вечером, в 5 часов вечера, значит, когда, ну, то есть, 1-го мая большая часть народу гуляет, в том числе по набережной Севастопольской бухты, там Севастопольская бухта, там дальше, рядом, так называемый, Приморский бульвар, где вот памятник затопленным кораблям, значит, ну, а вход в Севастопольскую бухту, естественно, охраняет наше ПВО, ну, и вот в 17 часов, где-то 5 минут, раздался такой сильный хлопок, это взлетела ракета панциря, которая сбила прямо над северной частью города, сбила беспилотник. Ну, я, для меня была, как бы, я наблюдал реакцию севастопольцев, да, люди, конечно, обернулись, посмотрели, но пошли гулять дальше. Ну, уже, к сожалению, да, свыкаются с этой ситуацией. То есть, для них, по-видимому, это привычная ситуация, потому что постоянно атаки на этот город-герой, и вот, на самом деле, севастопольцы, ну, мы побеседовали там с нашими коммунистами, побеседовали с секретарем партийной организации, которая одновременно является заместителем председателя законодательного собрания города Севастополя, у них законодательное собрание называется, несмотря на то, что это город, он субъект Российской Федерации, в Севастополе около 500 тысяч человек сегодня проживает. Вообще, население в Крыму прибавилось очень сильно, в Симферополе, то есть, люди едут, ну, то есть, вот, как раз за счет беженцев, за счет эвакуированных и так далее, то есть, там очень много таких людей, ну, то есть, проблемы в Крыму, в Севастополе, на самом деле, они сегодня решаются, в основном, за счет федерального бюджета, вот, закончена, практически закончена трасса Таврида, которая идет с Крымского моста через Керчь до Севастополя, новая, современная, в Балаклаве, там построена большая электростанция на газе, так сказать, там обновляется инфраструктура, чего не было много лет, строятся школы, строятся детские сады, постепенно восстанавливается, в том числе, инфраструктура, ну, Крым, это одна из, то есть, одно из существенных направлений, мы говорим, туризм, да, они говорят, нет, это не туризм, это курортно-санаторный отдых. О, как, по-советски, по-советски звучит. Потому что там, помимо туризма, ну, несмотря на то, что там огромный культурный слой, начиная с Херсонеса, с Таврического, то есть, с греческих, так сказать, поселений, и заканчивая, там, не знаю, там, Ялтинской конференцией, где были Рузвельт, Сталин и Черчилль, кстати, Рузвельт, посещая разрушенный Севастополь, Севастополь был разрушен под ноль в 45-м году, когда там проходила конференция, Рузвельт сказал, что этот город восстановят через 50 лет, и то, если это поможет Америке. Он был восстановлен за 10 лет, то есть, полностью, практически, без участия Америки, без всякого участия Америки. Поэтому это люди, которые, ну, то есть, стойкие, они помнят свои исторические корни, они помнят героизм. Больше 110 тысяч погиблых в годы Великой Отечественной войны севастопольцев, значит, вот во время, и, так сказать, героической обороны, и потом, не менее героического, в 44-м году освобождения этого славного города. До новостей еще успеем, Юрий Паров, о господи, когда данный депутат подаст в отставку, куча депутатов, а толку нет, сплошная коррупция, увеличение квартплаты и цен на все. Вот так вот, вот такое возвращение на российскую действительность, в российскую действительность. Ну, проблемы, проблем у нас много, не все проблемы решаются своевременно. Значит, есть у нас и коррупция, есть у нас, по-видимому, есть и рост цен ЖКХ, и сложная ситуация в экономике, но это не значит, что это зависит как бы только от депутатов, это зависит от многих, многих вещей, мы, ну, в частности, я говорю о фракции КПРФ, значит, мы коррупции не подвержены и стараемся помогать людям и поднимать эти острые проблемы, которые от людей, от людей слышим. Обсуждали в первой части программы поездку Рената Смолыча Сулейманова в прифронтовую Херсонскую область, и сейчас продолжим тематику специальной военной операции. Вот интересный был момент, так как мы давно с Ренатом Смолычем не виделись, в этой студии в феврале, как я понимаю, в феврале, на пленарном заседании Госдума поддержала широко разрекламированный законопроект «Единой России», я сейчас ссылаюсь на сайт КПРФ и НСК, сайт новосибирских коммунистов, который приравнивает срочную службу в армии к так называемым индивидуальным достижениям, дающим несколько дополнительных баллов при поступлении в высшее учебное заведение. Коммунисты отметили, что такой меры для поддержки военнослужащих недостаточно. Ну и вот расшифровка новости, существует система индивидуальных достижений, о данном законопроекте «Единая Россия» пафосно сообщала еще в октябре, один из авторов, секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. Существует система индивидуальных достижений, при которой абитуренту при поступлении в учебное заведение начинаются дополнительные баллы за победу в Олимпиаде, участие в волонтерском движении или сдачу нормы ГТО. Ну и в общем законопроект включает данный перечень срочной службы в армии, тем самым мы поддержим наших ребят. И, я так понимаю, это предложение вызвало буйную, бурную, буйную все-таки, это другой партии, бурную реакцию депутата Рената Сулейманова. Почему? Ну, я считаю, что нельзя службу в вооруженных силах считать индивидуальным достижением. Это не индивидуальное достижение, это гражданский долг гражданина, то есть каждого человека защищать свою родину, значит. И поэтому считать это индивидуальным достижением наравне с ГТО или участие в школьной Олимпиаде, это смешно просто. То есть добавить несколько баллов. Поэтому я подал поправку, я подал поправку к этому закону, который заключается в том, что, как в советское время, служба в армии должна давать право вне конкурса, ну, при условии сдачи, естественно, всех государственных экзаменов для поступления в ВУЗ. Такая норма существовала в Советском Союзе при СССР, и я думаю, что она правильная. То есть человек, который пошел, отслужил в армии, значит, ты имеешь право дальше учиться на бюджетных, опять-таки, за счет бюджетных средств. Это немаловажно. Да, но при условии, естественно, если ты сдал экзамен, как бы, значит, ну, ты тогда пользуешься вне очередным правом зачисления в высшее учебное заведение. А вот, как бы, ну, пиар-ходы, когда, ну, в школьной Олимпиаде, это, наверное, хорошо, значит, поучаствовал человек, ему дали там 2-3 балла дополнительно. Хорошо, что он сдал нормы ГТО, но все-таки год, сейчас уже полтора, я думаю, что будет два, будет восстановлен срок службы в армии, так сказать. Это более значимая вещь, нежели чем участие в каких-то, так сказать, Олимпиадах. При всем уважении к нашим школьникам, которые в этих Олимпиадах побеждают. Я думаю, что воспитание патриотизма как раз и должно начинаться с того, что человек, который отдал свой долг родине, пошел служить в вооруженных силах, а не бегал там где-то, и, как говорил герой известного фильма «Слеповая, так сказать, грыжа», там отсиживался, да, в тылу, значит, ну, то есть они должны иметь соответствующие преференции. А участие в специальной военной операции сейчас, вот прямо сейчас дает такие преференции при поступлении? Нет, это все, вот это все, вот в рамках этого законопроекта должно находиться. То есть всего лишь несколько баллов, если ты поехал защищать свою страну? Да, это как бы... Интересно. Это, на мой взгляд, не выдерживает критики, хотя это подается как некий прорыв и так далее. То есть надо возвращаться к тем основам, к тем решениям правильным совершенно, которые были в Советской Армии. Вот, кстати, и вы сейчас, и тогда отметили, что в Советском Союзе поддержка демобилизовавшихся военнослужащих была больше, чем предлагается сегодня. А что предлагалось тогда? Я почему спрашиваю, потому что в последнее время я просто, ну, человек еще, наверное, достаточно молодой, чтобы помнить, что происходило тогда. Но постоянно подчеркивается, может быть, вбрасывается, не знаю, говорится о том, что вернувшиеся из Афганистана были брошены, им всегда говорили, не мы вас туда посылали и так далее. Как было на самом деле? Нет, на самом деле они имели право, так сказать, на... Ну, то есть там и сейчас ряд этих льгот, он распространен на участников специальной военной операции, то есть льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Там они вот, ну, тоже самое высшее образование, да, поступление в ВУЗ, значит, приоритетное право, значит, социальные льготы, различные выплаты, ветеран боевых действий там, звания специальные, которые предусматривают эти льготы и выплаты. Сегодня, к сожалению, я вот тоже в апреле столкнулся с тем, я поучаствовал в собрании ветеранов уже вернувшихся, добровольцев вернувшихся из специальной военной операции. И, к сожалению, целую пачку забрал заявлений от них, связанных с тем, что они не могут как раз вот получить положенные выплаты. Ну, вот недавно новость была, что в Забайкальском крае не могут получить за уничтоженные танки вражеские выплаты и так далее. Ну, то есть, они даже, ну, то есть, даже самое необходимое, они пошли добровольцами, кто-то из них был ранен. Немобилизованные добровольцами. Добровольцами, да, в том-то и дело, что добровольцы. Кто-то из них был ранен, значит, и по ранению прекратил контракт. У кого-то истек срок контракта, но они заключали на три месяца, они туда пошли добровольцами, а им не выдают документы. Вот целую пачку я отправил в главную войну прокуратуру, сейчас там разбираются, ну, то есть, там каждый случай индивидуален, но человек, который получил, допустим, ранение в голову и не может, а ему говорят, что ты дезертир, что ты, так сказать, ну, вот, отлечившись в госпитале, не вернулся, так сказать, к месту своей службы, поэтому мы тебе, тебя в приказе там не напишем. Это ему где отвечают так? Это военкоматом, значит, воинской частью этой, где они служили и так далее. И вот по этому кругу они ходят для того, чтобы добиться, к сожалению, этих льгот. С такими фактами мы, ну, бюрократического откровенного произвола, сегодня в том числе и со стороны военного ведомства мы встречаемся, но эти вещи, я считаю, что в индивидуальном порядке, значит, как бы мы будем решать именно с привлечением прокуратуры, потому что, ну, невозможных военной прокуратуры, потому что невозможно, как бы эти люди пошли добровольно, эти люди, кто-то уже оттуда вернулся, пожертвовав своим здоровьем, значит, некоторой жизнью, вот, и поэтому все положенные по закону, так сказать, льготы и выплаты, они обязаны получить. — Специальная военная операция, она продемонстрировала, что система военкоматов полностью разрушена, оказалось, да, за все эти годы? — К сожалению, да, система военкоматов, ну, не полностью разрушена, если бы она была полностью разрушена, мобилизация бы не прошла, но издержки мобилизации были связаны именно с тем, что, ну, в принципе, мобилизация, решили от этого, как бы, отказаться, то есть не предусматривалось каких-то таких вещей, упразднили организационные эти мобилизационные отделы, которые существовали в военкоматах. Сегодня в военкоматах нет даже, как бы, ну, система картотек там осталась, то есть бумажного учета в районах, то есть и так далее, то есть технологии, что называется, прошлого века. Сегодня там, к сожалению, сотрудники в основном не аттестованы, это не офицеры, это там служащие с зарплатой 13-15 тысяч. — Да, к сожалению, и такие есть. — Значит, и поэтому требовать от них каких-то, ну, я надеюсь, что сегодня эта система будет восстановлена и постепенно будет восстанавливаться. Мы беседовали, встречались и с районами, военными комиссарами, с областным, значит, я надеюсь, что выводы будут сделаны Министерством обороны, хотя делается это крайне, крайне медленно, крайне медленно. Вот то же самое можно сказать, допустим, по ДОСАФу нашему, да, я, мы тут встречались с руководителями ДОСАФ — это... кто уже это помнит, и это организация, которая должна заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи. В каком состоянии вы застали ДОСАФ в Новосибирской области? Это областная же организация сегодня? Да, это областная организация, это общественная сегодня организация, она, как бы, ну, находится под патронажем Министерства обороны, но и только. Она находится сегодня на самофинансировании. Я хочу напомнить, что ДОСАФ имел славную историю, у вас Авиахим, Александр Иванович Покрышкин начинал свои полеты в ДОСАФе. Ну, то есть, тогда это ворошиловские стрелки, вот это все оттуда идет. То есть, тогда широко парашютисты, тогда широко готовилась наша молодежь к армии. Были многочисленные, вот, так сказать, ДОСАФ занимался обучением по разным направлениям. Учили связистов, учили летчиков, учили парашютистов, учили автомобилистов, танкистов, значит, и так далее, и так далее. А сегодня, самое главное, сегодня? То, что было в Советском Союзе, понятно, все было здорово. Сегодня, к сожалению, как они говорят, государственный заказ существует в Новосибирской области. Вот, в прошлом году, несмотря на то, что шла война и нехватку водителей, значит, 200 человек водителей. По году? За год, да. Во всех автошколах ДОСАФа, значит, это тот государственный заказ, который Министерство обороны, значит, ну, спустило ДОСАФу. До сих пор это так. К сожалению, ДОСАФу как организацию не привлекают, в том числе, к патриотическому воспитанию молодежи. Ну, у нее существует сегодня сеть автошкол, у нее существуют тиры, вот, автодром в Кировском районе существует, существует в Берске. То есть, инфраструктура какая-то есть еще? Еще инфраструктура есть, аэродром в Берске. Поэтому, это организация, которая готова сегодня готовить кадры для Министерства обороны, но она не востребована. Более того, вся ее инфраструктура содержится за счет доходов от, ну, условно говоря, коммерческой деятельности, то есть, подготовки водителей за деньги. Ну, понятно, для военных нужд 200 водителей за деньги больше. Да, за деньги они готовят около трех тысяч, и за счет этого содержат вот свое имущество предназначенное. Ну, на мой взгляд, это вообще вопиюще. Это вопиюще, и эти вопросы необходимо тоже ставить и обсуждать, потому что сегодня мы нуждаемся в подготовке военных кадров, да, а и в специализированной подготовке. Простаивает. Занималась эта организация, она... Занималась коммерцией. Да, она ничего не делает. Так, до рекламы успеем прочитать еще один вопрос. Алексей, почему добровольцам не выплачивают боевые? Ну, наверное, здесь нужно... Индивидуально разбираться. Индивидуально разбираться, что нужно сделать Алексею, который хочет в помощи от Ренат Сулейманова. Я предлагаю ему обратиться ко мне, можно по электронной почте, можно в общественную приемную, если по электронной почте, выйдите на сайт Думы, и там можете написать письмо любому депутату. Найдете фамилию Ренат Сулейманов, Новосибирская область, вот, либо можно обратиться в мою общественную приемную на Октябрьской, 45, значит, соответственно, либо в обкоме КПРФ принести заявление на Большевицкую, 29. Мы будем разбираться с каждым подобным фактом, ни один факт, когда... Тем более, вы уже папку отправили военному прокурору. Да, да, да. Это важно. Да, я уже часть таких заявлений отправил в военную прокуратуру. Мой гость сегодня депутат Госдумы Ренат Сулейманов. Уже целый перечень вопросов обсудили, и ситуацию со СВО, и с патриотическим воспитанием, и поездку Ренат Смалыча в Херсонскую область, и в Крым. Ну, и вернемся к такой более приземленной нашей сибирской реалии повестке. Ренат Сулейманов не так давно, весной, предложил провести парламентские слушания по развитию метро в городах, поздравив москвичей, порадовавшись за москвичей, Ренат Сулейманов. У москвичей была открыта большая кольцевая линия в Москве. Я не совсем, честно говоря, понимаю, что это такое, но я думаю, Ренат Смалыч в курсе. Вот Ренат Сулейманов сказал, что кроме Москвы у нас еще есть 10 городов, где есть действующие либо строящиеся метрополитены. Ну, действующие это у нас, строящиеся это, я так понимаю, Красноярск, но там пропал миллиард таинственным образом, который был заложен даже не на строительство, а на проектирование метро. Ренат Сулейманов, почему вы, порадовавшись за москвичей, не применули напомнить о других городах? Ну, потому что я считаю, что строительство метро в Новосибирске – это одна из тех тем, которая должна постоянно на федеральном уровне звучать. Нам необходимы средства, которые уже больше 15 лет не выделяются регионам на строительство метро, потому что почему-то это считается неэффективным. Вот, а повод был сдача действительно московской кольцевой линии, 36 станций новых. Разом? Ну, с завершением. С завершением, да. С завершением этого нового кольца. Значит, это, конечно, хорошо, и я сказал, что мы рады за москвичей, но метро строится у нас помимо Москвы, а еще в других регионах, в том числе и в Новосибирске, и в сибирских некоторых городах, значит, и не только в сибирских Казани, там Санкт-Петербург, и темпы строительства там, к сожалению, значительно ниже, чем в Москве. Даже в Санкт-Петербурге значительно ниже? Даже в Санкт-Петербурге ввели, по-моему, 8 или 9 станций за последние 10 лет. А в других городах по две, где по две, где по одной. А кое-где, как в Омске, уже никогда и не введут. Там просто подвал какие-то графики, рисунки и так далее. Вот у нас спортивная, так сказать, и то она была запроектирована в советское время. Ну, то есть ее размещение, что она должна была именно здесь находиться. Поэтому, ну, вот эту проблему я попытался обозначить, потому что в Государственной Думе в прошлом году прошли широкие слушания по развитию городского пассажирского транспорта. И они послужили определенным толчком. Ну, вот Новосибирск, как известно, тоже попал в эти все федеральные программы по обновлению автобусов в Новосибирце. Больше 200 автобусов уже есть. Даже звонок, я насмолчу, я прошу прощения, для сегодняшнего эфира. Люди уже, видимо, едут на дачные ученицы, не пятница. Добрый вечер, как вас зовут и какой будет вопрос? Добрый вечер, Валентин меня зовут. Вопрос какой? Как улучшить процесс уборки несанкционированных свалок в Кировском районе на полях? Складируют очень много бытовой, небытовой, какой угодно мусор. И никто не может его убрать. А какой адрес конкретно? Вы знаете, это Кировский район, Затулинка. Сейчас скажу. Район элитный, там новый коттеджный поселок. Это лесополоса и в области там 10 километров разбросано. Очень много и очень разный мусор. Понял, спасибо за звонок, Ренославович. Ну, конкретное обращение, пожалуйста, направьте с указанием адреса, постараемся разобраться. Мусорная реформа – это одна из болевых точек, про которые люди постоянно говорят. Она полностью, я считаю, что полностью провалена. Да, абсолютно. Но вы знаете, что она свелась у нас только к повышению тарифов, так сказать, к счастью. К созданию прокладок в каждом регионе, которые будут собирать эти денежки. Региональный оператор уже у нас, экология Новосибирска, ушел, как бы говорится, в... В небытие? Да, в небытие. С долгами многих за собой утянул. В небытие, да. Но, собрав с людей деньги и выведя их неизвестно куда, собственно говоря, миллиарды... Это потом выяснится уже, когда начнут конфисковывать... Как у Абызова, начнут активы конфисковывать? Миллиарды рублей, да. Но там нужно заниматься правоохранительными органами. Вот к этому, к сожалению, у нас свелась вся мусорная реформа. Значит, были недавно слушания по этому поводу в Государственной Думе. И выступала Абрамченко, вице-премьер, с докладом. Но, по мнению моему и ряда депутатов, неудовлетворительно, как бы... Ну, то есть слабо, к сожалению, у нас правительство сегодня владеет ситуацией этой... Особенно ситуация в регионах. Я тоже отправлял письменный запрос по поводу наших двух проблемных... Хилок, Агустинобродское шоссе. ...свалок, переноса свалки, значит, вот в район Жеребцова, Плотникова. Наши огромные вот этой вот свалки, где там теперь новую территорию хотят завалить этим мусором. Где в окружности находится 24 дачных. Общество, 3 населенных пункта и так далее. Более 13 тысяч человек проживает. Ну и то же самое в направлении, как бы, Яркова, так сказать, свалку. Хотят новую организовать там вот на... В Новосибирском сельском опять. Значит, эта тема остается болезненной. Но радиослушатель-то пожаловался на то, что кто-то же свалил это же... Ну, кто-то свалил... Значит, надо... Ну, надо следить бы... Свалка мусоров запрещена. Это административная ответственность. Ну, если там коттеджный поселок, если люди там живут, ну, скорее всего, это вряд ли привезли откуда-то, так сказать, грубо говоря, из другой территории, вот вы посмотрите, как у вас организован этот процесс в этом коттеджном поселке. Ну, надо разбираться с... И поэтому обращайтесь, пожалуйста, конкретное будет обращение. Будем, значит, с ним разбираться, выяснять, кто ответственный, и как навести там порядок. Две минуты остается эфира у нас. С метро мы перескочили на свалки. А как сейчас обстоят дела с молоком? Аграрный комитет у вас обсуждал снижение закупочных цен на молоко. Я из этой новости с ужасом узнал, что у нас, оказывается, потребление молока снизилось на 12% в связи с падением покупательской способности населения. Сегодня как получается? У фермеров за копейки берут за 15 рублей за литр накрутка 70%, и вот тебе в сети по 80 рублей за литр. Ну, к сожалению, да, к сожалению, во многих регионах вот больше всего пострадал наш соседний Алтайский край. Ну, и у нас тоже, кстати говоря, в области закупочные цены упали. У нас как бы после зерна некий кризис перепроизводства, так называемый, образовался, хотя на самом деле это не так. Из-за того, что действительно упала покупательная способность населения, значит, стали меньше покупать молочных продуктов. Значит, сырого молока много, способов переработки его там в сыр, в масло, к сожалению, мощности не позволяют, в сухое молоко. И это вызвало падение закупочных цен, от чего страдают сельхозпроизводители и будут вынуждены, если государство не примет решительных мер, резать молочное стадо. Поэтому нужно реализовать давнее предложение партии КПРФ о бесплатном стакане молока школьникам. Да, так точно. Каждый день. Школьников, это было в советское время, это надо возродить, это позволит поддержать производителей со стороны государства, датировать вот эту вот так называемую программу стакан молока, значит, вполне, мы можем себе вполне это позволить. Поддерживаю. Это была программа «Вечерний разговор». Гость студии, депутат Госдумы Ренат Сулейманов. Ренат Сулейманович, спасибо. Спасибо. Подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте Артем Роговский, подписывайтесь на телеграм-канал Ренат Сулейманов и Ренат Сулейманов в телеграмме. Подписывайтесь на соцсети «Радио Городская волна», ВКонтакте, в телеграмме, до везде. До новых встреч в эфире, друзья. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова